Агитация и пропаганда Зловещая оптимизация на русский язык переводится как сокращение, а если уж совсем дословно, то увольнение. И вот эта самая оптимизация накрыла здравоохранение вслед за образованием, расформирование, укропнение, переливание из пустого в порожнее. Цель одна – деньги. На Южном Урале медицинские работники жалуются на отмену выплаты за выслугу лет. Уведомления об отмене выплаты получили 1200 работников больницы в Троицке. Аналогичная ситуация происходит в медучреждениях Челябинска, Миаса и Южноуральска. Там уведомления об изменении положения об оплате труда работники городской больницы получили еще в ноябре прошлого года. Тем, кто отказывался подписывать уведомления, пригрозили увольнением. Отменили не только выплаты за выслугу лет, но и за работу во вредных условиях труда и дополнительные дни к отпуску. Зарплаты стали меньше на 3-10 тысяч рублей. Если отметить на карте все точки, откуда приходят подобные новости, она покроется сыпью. Достаточно вбить в поисковую строчку браузера два слова «поликлиника» и «слияние», чтобы ощутить географию проблемы. Восемь медицинских учреждений Одинцовского городского округа будут объединены. Процедуру слияния пройдут Одинцовская ЦРБ, вторая и третья райбольницы, а также Звенигородская центральная городская больница. На втором этапе к ним присоединяется Одинцовская городская поликлиника номер 3, Голицынская поликлиника, Ершовская амбулатория и Государственный клинический центр восстановительной медицины и реабилитации. В Иркутске объединяют больницы, женские консультации и детские поликлиники. Полным ходом идет объединение поликлиники и больницы номер 10. Тем временем главврач поликлиники Александр Куташов считает, что слияние негативно отразится на пациентах о работе медиков. Стационар будет вынужден принимать такое количество больных, на которое не рассчитан. В лечебных учреждениях Саратовской области собираются ликвидировать полторы тысячи койко-мест. Об этом объявила на днях глава Минздрава Мазина во время видеоконференции с медиками. В планах чиновников закрыть хирургическое таракальное отделение городской клинической больницы номер 2 имени Разумовского. Детские больницы сливают со взрослыми, поликлиники со стационарами, лабораторные анализы и питание подводят под аутсорсинг, то есть передают частным компаниям. Вместо заведенной проклятым коммунистом Симашко Триады, врач-медсестра-санитарка, повсюду насаждаются так называемые ФАПы, фельдшерско-акушерские пункты. Фельдшер – среднеспециальное медицинское образование. На фельдшерах держалась царская дореволюционная медицина. Это, впрочем, соответствует общему нынешнему вектору. Почему необходима молитва заболящих и твердая вера в помощь Господа, которые творят чудеса? Именно ответу на этот вопрос посвятил священник свое пастырское слово к собравшимся на богослужение. В отчетах чиновников на месте успешно оптимизированных больниц вырастает нечто, именуемое модным словом «кластер». Кластеризация движется успешно в первую очередь потому, что о ней мало кто знает. Однако масштаб и скоординированность процесса от Колымы до Калининграда завораживают. Инфекционная больница Магадана и областная станция переливания крови скоро станут частью Магаданской областной больницы. Вторая и третья магаданские поликлиники присоединятся к первой. Не оптимизация, а модернизация. В этих словах есть принципиальная разница. В отличие от простых закрытых учреждений, ради экономии несколько участковых больниц Меликесского района объединяются для улучшения обслуживания жителей. На повестке дня животрепещущий вопрос – судьба 11-й больницы. Уже не первый день ходят слухи о ее закрытии, а это значит, что многотысячное население этой территории может остаться без медицинской помощи. На встрече новокузнечанам презентовали проект «Современная медицина». Участковая больница должна быть присоединена к Коксаковской центральной районной больнице. Это то, чего больше всего боялись в Харпе. Все уверены, придется ездить в райцентр. Больше сотни километров туда и столько же обратно. Реорганизации в области в этом году подлежат все небольшие отделения скорой. Жители Оргтруда отстаивают свою станцию уже несколько месяцев, а с 1 июля по одному решили выходить на одиночный пикет у Белого дома. Люди не хотят, чтобы вместо больницы остался только дневной стационар или ФАП. Мы переживаем, что мы остаемся вообще без скорой помощи. В Севастополе началось слияние медицинских учреждений. Местные чиновники называют этот процесс реорганизацией здравоохранения. Программа оптимизации, разработанная московскими специалистами и руководством Севздрава, полностью готова к внедрению в нашем городе. Последней каплей в чаше медицинского терпения сотрудников детской поликлиники городской больницы номер 2 стало уведомление об увольнении. Персонал известили, что в ходе реорганизации их учреждения передадут пятой городской больнице, а сотрудников трудоустроят через увольнение. При этом во всеобщей реорганизации и взрослых, и детских медучреждений одних проводят через увольнение, других переоформляют переводом, рассказали нам педиатры детской поликлиники. Идет ликвидация этой больницы городской, но нас почему-то вот все детство увольняют. Любое недовольство инвазивно и неинвазивно купируется. Взбунтовавшихся врачей объявляют провокаторами Навального или агентами ЦРУ. Пожалуй, самый большой резонанс на неделе получила ситуация в Новгороде, где областная больница в результате подобной оптимизации лишилась всего лоротделения. Если не согласны со сменным графиком работы, значит увольнение. Но в принципе администрация выполнила свои требования, и двое сотрудников сегодня были уволены, двое врачей. В отделении сейчас остается два врача из пяти. После оптимизации врачам предстояло дежурить по ночам, а не приезжать по телефонному вызову, как раньше. Некоторым предложили переквалифицироваться в уборщицы. Врачи уволились сами по статье Трудового кодекса по расторжению трудового договора по инициативе работников. Почему они не подписали, это лично их дело. Вы слышали о том, что предлагалась должность уборщика, даже некоторому... Это согласно трудовому законодательству, когда предлагаются ваганцы, вы считаете, что это не сообразно предлагать врачам, полиции ровно... Это вопрос законодательного характера. Мы не сами, а нас уволили по причине того, что мы не захотели перейти в дежуранты. Стороны Минздрава говорится о том, что зарплаты лор-врачей, они, ну, большие, скажем. Ну, зарплата складывается из оклада, оклад 11500. Новый главврач оправдывается. Просто привожу ситуацию в больнице в соответствии с законом. Правда, отношения самого Арсена Амирбекова с законом были безоблачными далеко не всегда. Судимость была, она погашена. После погашения судимости человек считается несудимым. Это юридически. Запрета на работу главным врачом, занятия каких-то руководящих в должности у него не было. Он выплатил штраф. В общем, местная власть всеми своими административными и информационными мускулами такие действия поддерживает. Уволенным обещают найти замену в Питере, в крайнем случае готовы переправлять маленьких пациентов туда. Вместе с другими безработными лорами пытается трудоустроиться и Ролан Кристофорович Титрику. Студент-медик из африканской Ганы, он приехал в Новгород пять лет назад и стал местной достопримечательностью. Титрику показывало даже местное телевидение. И обожали мамы маленьких пациентов, которые требуют теперь вернуть им негра. Но Титрику исчез. Видимо, вместе с остальными упрямцами раздувает из мухи слона. В этой группе были провокаторы, которые сознательно накручивали ситуацию. Это мое личное мнение. Мальчики в капюшонах и так далее и тому подобное. Лор, практически существовавшее отделение, не просто существовавшее, а одно из передовых учреждений. У нас по отчетам всегда были превышения показателей. Вот, его уничтожили. Реанимацию. Практически отделение скоро будет уничтожено, потому что они уже не справляются с той функцией, с которой они должны справляться. Почему? Потому что люди увольняются, уезжают. Лаборатория не работает. Работает только днем и только, опять же, для реанимации. Больше ни для кого. Почему? Потому что сотрудники уволились, уехали. Мы тебе будем платить три копейки? Ну ты же врач. Ты клятву давал, спасай жизни детей. А то, что на этом месте должно не один работать, а трое нормальных врачей, на которых денег, как известно, нету. А если мы приедем, например, в администрацию и попросим, чтобы нам дали ответ, вот как гражданам Российской Федерации, может ли губернатор приехать в 12 ночи и дать мне ответ? Нет, он будет спать спокойно. Молодой губернатор Никитин, выпускник Стокгольмской школы бизнеса, бывший руководитель агентства стратегических инициатив, а до того замдиректора сети фастфуда Теремок, целиком на стороне оптимизаторов. Хотя его собственная супруга тоже врач, но она работает в других условиях. В губернаторском кабинете портрет Николая II и настольная лампа командира Красной Армии, купленная, впрочем, на антикварном аукционе. Неудивительно, что идея оптимизации родилась именно здесь. Деньги на лекарства ниоткуда в бюджете не возьмутся. Будем искать внутри, будем экономить на закупках. Продолжим разбираться с такими историями, как в городской больнице, когда некоторые граждане получали зарплаты, не приходя на работу. А эти деньги могли бы быть направлены, например, на приобретение тест-полосок для диабетиков. Ну вот и нашли деньги в кармане лоров. А что же еще прикажете ампутировать? Не мотоцикл же губернаторский на торги выставлять. Новгородская область, как и вся остальная страна, территория успешно продолжающегося либерального эксперимента. Кстати, не забудем, Новгород был сожжен фашистами и заново отстроен советской властью. Так вот, с 91-го года здесь опять уничтожены почти все крупные предприятия, дававшие людям работу. Ведь без завода, давайте помнить об этом, без завода не бывает и больницы. Волна одной из старейших предприятий города. Правда, старейшему всего 25 лет. Но в Новгороде, полностью разрушенном войной, все создавалось заново. Сегодня волна одной из самых современных производств. Объединение работает над заказом Олимпиады 80, выпуском цветных телевизионных камер. Теперь же главный налогоплательщик в области, производящий минеральные удобрения корпорации «Акрон», бывший советский новгородский химкомбинат, приватизированный миллиардером, президентом Европейского еврейского конгресса Кантором. В начале 90-х Кантор, кандидат наук из Москвы, приехал сюда проводить экологическую экспертизу предприятия. А потом, после ваучерной приватизации, вдруг сделался главным собственником. Основной акционер «Акрона» – компания «Редбрик Инвестментс», зарегистрирована подумать только в Люксембурге, не здесь. Кантор известен своими дорогими меценатскими программами, которые, впрочем, в основном реализуются тоже далеко от детской областной больницы. Потому и вынужден несчастный губернатор искать для области других иностранных инвесторов. Расхваливаем «Новгородский лэнд». Я хотел бы поблагодарить «Новгородский бизнес» за такую оценку работы, моей работы правительства Новгородской области. Это очень важно, и, безусловно, мы понимаем, что на этом нельзя останавливаться. Главная статья областного бюджета связана, само собой, не с болезнями уха, горла и носа, а со строительством дорог и инфраструктуры. Важно ведь не ударить перед гостями в грязь лицом. Вдруг, прежде чем во что-нибудь вложиться, иностранцы захотят пройтись вдоль реки. Реконструкция пройдет от гостиницы «Интурист» до моста Александра Невского. Это будет благоустроенная современная пешеходная зона. Такая набережная, какой она должна быть. Когда набережную заделаем, будете гулять дальше? Обязательно. Очень приятно, красиво. Впрочем, что Новгородщина? Все местное здравоохранение на 2019 год – это 2 миллиарда рублей на 600 примерно тысяч человек. Из них стационарная медпомощь – 800 миллионов. Это меньше, чем одна Москва готова потратить на закупку новых УЗИ-аппаратов для диагностики сердца и сосудов. Департамент Москвы по конкурентной политике провел публичное представление закупок УЗИ-аппаратов экспертного класса для проведения исследований сердца и сосудов. На закупку и установку 123 аппаратов город выделил почти миллиард рублей. Такова совокупная начальная цена двух объявленных контрактов. И тщетно представитель питерской медфирмы «Электрон» допытывался у Мосгорздрава, почему закупают только импортное. «Сименс», «Филлипс», «Дженерал Электрик» – ведь по закону иностранцев к тендеру даже допускать не должны. Так надо был ответ. А почему так надо? А потому же, почему надо увольнять нищих врачей, проводить оптимизацию? Почему проще на руинах приватизированных заводов дожидаться иностранных инвесторов? Вот они, кстати, инвесторы. Вовсю уже тренируются на границе. Так надо бизнесу, так надо капиталу, которому у нас с некоторых пор принадлежит все. От губернаторского, министерского или президентского кресла до жалкой склянки с вашими анализами. Все стремятся в здравоохранение. Почему? Потому что в 2010 году нас критиковали, но в 2010 году была создана понятная система тарификации медицинских услуг. К ней долго адаптировались, но она заработала. И если в 2014 году у нас было всего по-моему там 695 организаций частного бизнеса, которые работали в здравоохранении, сейчас уже за 2018 год их 3029. И они идут в здравоохранение. И это хорошо. Вот говорят, деньги не пахнут. Не про... Не про... Я чувствую запах золота. Ох, как чувствую запах золота. Вот тут... Вот ты чувствуешь? Чувствуешь? А я чувствую. Это была агитация и пропаганда. Скоро увидимся. Мир вашему дому.